привет эта программа этажи петербурга сегодня мы поговорим о линейном корабле полтава и поможет нам этом максим коршунов капитан полтавы добрый день с большим удовольствием алексей приглашаю тебя наклоняться на борт нашего корабля замечательно попробуем сегодня погрузиться в атмосферу того времени посмотреть как наши с тобой дедушки жили воевали вот на таких кораблях как полтава с удовольствием и мне как мальчишке выросшему в севастополе жутко интересно и моя роль быть интересующимся мальчишкой и задавать глупые вопросы ну чё поехали мы с тобой сейчас находимся на палубе которая называется квартердек это дежурно палуба на которой неслась вот навигационная вахта слова квартердек происходит от слова квартер четверть дело в том что вся корабельная жизнь она разбивалась на временные промежутки по четыре часа здесь у нас есть понятное дело самая важная вещь да самая важная вещь на корабле это штурвал обратите внимание штурвал сдвоенный хотел спросить почему ты можешь сам попробовать его провернуть и ты сам мне скажешь почему понятно как минимум на квартердеке вот вот в четвером этим заниматься совершенно верно то с тобой перекладываем сейчас руля мы с тобой сейчас орудуем механизмом который весит восемь с половиной тонн опа вот с этой точки можно представить себе что видел вот человек который непосредственно занимался управлением а если представить себе что стоят все паруса то в общем и желание чего чего ровным счетом наблюдение за обстановкой впереди перед кораблем то есть по курсу она велась я предполагаю что вот с нижнего рея который располагался на передней мачте на фоке интересный нюанс еще эта палуба она укомплектовывалась 10 6 фунтовыми орудиями это самые маленькие пушки на корабле были они отлиты из бронзы принципиально потому что уже тогда люди понимали что такое девиация что любой металлический предмет воздействует на компас сквоттер декам все понятно главным местом куда пойдем дальше дальше мы отправляемся с тобой в капитанскую каюту которая по логике в вещей находится прямо здесь капитанская каюта занимает пожалуй второе место в рейтинге самых комфортабельных мест значит здесь рабочее место капитана здесь же его место отдыха тут же он принимал пищу и здесь же нес дежурство вахтенный штурман флот российский он только-только зарождался только появлялся поэтому русских людей русских специалистов которые могли бы внятно водить вот такие корабли как полтава их просто еще не успели подготовить поэтому все капитаны без исключения исторической полтава было их человек шесть если я не ошибаюсь были иностранцами даже вахтенный журнал который вот здесь у нас лежит он заполнялся на родном языке да я догадаюсь и таким образом ты первый русский капитан полтава я не знаю кто это выдумал на самом деле но вот все манекены которые вы здесь видите они имеют портретные сходства с людьми которые были причастны к строительству нашего корабля нашей реплики вот здесь мое вот персональное резинотехническое изделие говоря о капитане капитан это царь и вов на корабле но были на полтаве вот людей поважнее это адмиралы причем иерархия была такова что капитан на свое усмотрение будучи занимая место в общем можно сказать губернатора да вот этого плавучего города по своей инициативе по своей воле он не имел права входить в адмиральский салон ему туда могли пригласить могли не приглашать теперь мы с тобой пройдем вот спустимся палубы ниже на верхнюю орудийную палубу которая называется опердек вот мы с тобой оказались на верхней орудийной палубе она называется опердек она укомплектовывалась двадцатью двумя вот такими 12-фунтовыми орудиями каждое орудие такое весило порядка 1800 килограмм не похоже на обычные ядра расскажи еще чем стреляли как тут что происходило тут смотри тут нужно начинать с тактики ведения боевых действий дело в том что по таким кораблем как полтава например бессмысленно было практически стрелять ниже вытреление зачем топить корабль очень дорогая вещь очень дорогую вещь когда можно завладеть ресурсами тактика ведения боевых действий сводилась скорее к тому чтобы обездвижить корабль вот здесь всякие приспособления разные для того чтобы крушить рангу отрывать паруса рвать детали такелажа вот это ты трогаешь сейчас картечный заряд для уничтожения живой силы противника вот это вообще страшная вещь шипом и налетела втыкалась дерево и разносила разносила борта в щепки и щепки крошили людей калечили с этим связано кстати цвет окраски всего что ты видишь на палубе то есть артиллерийский станок вот эта телега на которых пушка стоит красный шпиль красные борта внутренние красный это разве ты хочешь сказать чтобы это чтобы кровь не было же дому не было видно крови совершенно верно также этим людям приходилось рядом с каждой пушкой держать ведро с песком потому что когда кровь велась на палубу она становилась скользко нужен был упор всегда чтобы работать с артиллерией чтобы откатывать орудие подкатывать его поэтому вот свежие пятна крови они пересыпали песочком значит здесь на этой палубе ты можешь наблюдать грот мачту самая большая высокая мачта на корабле и высота от ватерлиния составляет сорок три с половиной метра корабли строили из того материала который растет поблизости то есть в нашем случае это елка сосна дуб дуб у нас никудышный у нас слишком холодно для нормального дуба без меня память не изменяет линду ловская роща для того было посажен линду ловская роща была посажена для того и посадил петр первый но когда деревья уже в линду ловской рощи выросли и были пригодны для нужд флота мы стали строить железные корабли вот ты говорил у тебя предки флотские люди значит они должны знать поговорку что если ты попал на корабль держись подальше от начальства поближе к амбузу у меня дома кухня до сих пор к совершенно прав мы отправляемся на камбуз корабле кухня называется камбуз значит вот на этой кирпичной печи повар повара там их несколько человек было естественно они готовили пищу для экипажа экипаж вот оригинального линейного корабля полтава петровского составлял триста пятьдесят человек холодильников не было в петровские времена поэтому мясо они возили с собой в живом виде то есть помимо трехсот пятидесяти мужиков здесь были еще куры козы свиньи все это вот таким комом значит здесь как-то вот существовало что ели матросы и солдаты ребята попроще то бишь они питались в основном солонина это подсоленное мясо квашеной капустой сухарями кашей вот таких вот из таких ведер такое ведро выдавалось на 5 человек они каждый своей ложкой из него значит хлебали эту баланду и естественно офицеров и адмиралов кормили по-другому они в их рационе было свежее мясо про которое мы с тобой говорили то есть это куры козы свиньи дальше дальше мы с тобой с камбуза можем попасть в самую носовую часть судна для это за дверь гальон гальон для матросов и солдат то есть для всех 350 человек да совершенно верно это было тоже единственное место где разрешалось курить как известно петр первый привез табак и всех подсаживал на курение тогда было модно то есть я вижу что здесь метров десять квадратных наверное да 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 всего ничего как-то вот по очереди они тут это дело в том что это самая омываемая часть корабля и опять же логика должна подсказывать что если мы имеем дело с парусным кораблем то ветер дует преимущественно вот туда ну вроде здесь эти все рассказал так что сейчас мы с тобой отправляемся в кормовую часть той же самой верой баллы нашими рассказать про это место но я думаю все зрители сами додумают как это могло происходить это жилое помещение офицеров обратите внимание жили они вместе вместе с пушками с пушками да то есть отсюда не вели тоже бы вот это что за товарищ этот товарищ называется констапель констапель это человек который отвечал за артиллерийские стрельбы в его круг обязанностей входил учет контроль расходы ядер пороха и все вот эти же ловушки пушечные там пальные трости ведра там прибойники пыжовники все это вот находилась его видение он обязан был следить за состоянием этих вещей ну и во время боевых действий он непосредственно руководил командовал артиллерией незаменимый констапель вот что касается бытовых условий значит предположительно офицером полагались вот такие столы за этими столами принимали пищу можно было играть настольные игры некоторые вот играли они в какую-то игру которая напоминает наши современные нарды азартные игры типа карт и костей они были строго-настрого запрещены вот полагалось даже наказание если кого-то заметят за игрой в карты или в кости был своего рода такой типа корабельный юрист человек который следил за порядком на корабле за соблюдением правил его жутко все не любили его жутко все не любили назывался он профос или профос вот он имел право назначать наказание то есть могли отхлестать кошкой могли протащить под келем вот насколько я понимаю молить под киром это под водой под водой да 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 келевание называется процедура очень неприятная болезненно вот практиковались денежные штрафы вот кстати командир корабля получал 40 рублей но я к сожалению не знаю что такое 40 рублей по тем временам сколько это в коровах вот а младший кают юнга получал 50 копеек в месяц жалование разброс есть вот разброс есть ну и отсюда можно соответственно попасть в адмиральский салон это самое роскошное помещение на корабле вот оно самое шикарное место да адмиральский салон безусловно самое комфортабельное место на корабле ну здесь император бывал несколько раз даже роскошь роскошь ореховый стол резной вон хрустальная посуда с вензелями с гравировкой шикарная мебель письменный стол кому то все это вот очень тщательно было даже можно стоять в рост почти да 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 петру не получалось конечно петру не получалось да все что вы видите здесь все детали этой экспозиции это плод в общем крайне напряженный чрезвычайно скрупулезные работы большого количества историк буквально каждая завитушка вот на этом комоде она явилась пред предметом споров многочисленных на потрясающий кровать кровать внимание да 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 кровать обратите внимание на короткая кровать короткая дело в том что в те времена было принято спать полусидя также здесь были адмиральские гальюны аж две штуки по одному борту и по другому зависимости от направлении ветра подогревали воздух в помещению таким устройством это голландского типа грелка керамическая там внутри чаша в которой коллся уголь и сверху этот колпак для пожарной безопасности одевался так и куда мы направляемся сейчас супердеку мы с тобой разобрались уже посетили все что можно было посетить на верхней палубе на опердеке и спускаемся мы с тобой сейчас на гандэк гандэк главная орудийная палуба она укомплектовывалась двадцатью двумя вот такими 18-фунтовыми орудиями это главный калибр каждая такая пушка требовала внимания 8-10 джентльменов хорошо подготовленных макс расскажи как жили артиллеристы артиллеристы мы поняли как обычные ребята жили обычные ребята артиллеристы жили прямо на этой палубе рядом со своими орудиями точно так же как офицеры размещались в подвесных гамаках те же самые подвесные столы у них были вот в принципе вот это место занимали занимала не только артиллерия но еще и сами артиллеристы которые за эту артиллерию за все отвечали значит что интересненького здесь есть еще очень важное место в жизни общества того времени занимала религия поэтому во время кампании на кара на корабли александра несколько лавра слалоком откомандировала священника папа это же были как-то специально подготовлены к морю морские папы или нет самая обыкновенная папы да по корабельному расписанию были три молитвы утренняя дневная и вечерняя я обещал тебе показать значит застыгал твое внимание помнишь на тросе пообещал что ты увидишь вот его видишь сейчас собственно это тот трос который располагался на руле которым да 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 совершенно верно вот на барабан намотан значит вот он через два отверстия в палубе проходит через шкивы расходится по системе блоков и приводит в движение вот это полено который называется румпель вот весит это все хозяйство добрых восемь с половиной тонн поэтому так трудно было тебе вращать штурвал можно покрутить штурвал посмотреть что происходит как именно вращается происходит руление а что это за штуковина для чего это нужно похоже на насос да это насос и есть это помпа помпа которая откачивала воду из трюма дело в том что сделать полностью герметичный корпус как тогда было невозможно так и сейчас невозможно да дерево это дерево дерево это дерево наша реплика берет порядка 50 литров за сутки что является нормой при этом я так понимаю что корабль и сухим быть не должен сюда при всем при этом корабль не должен быть сухим это совершенно верно сейчас очень жаркая погода у нас стоит мы должны проливать палубу постоянно чтобы она не успевала рассыхаться вот ну и мы движемся дальше сейчас мы будем спускаться еще палубы ниже мы пройдем сейчас тобой в хранилище винная пойдет судя по всему третье самое главное место на корабле вот спустились мы с тобой винный погреб значит смотри в принципе уровень воды сейчас да у нас где-то это вот так мы с тобой начинаем потихонечку спускаться под воду значит здесь стояли бочки с вином и пивом дело в том что пресную воду больших количествах на кораблях с собой не возили потому что она долго не могла жить в бочках вода в ней заводили всякие микробы зловредные которые убивали людей с этой точки зрения в этом смысле было безопаснее пить пиво либо вино чем воевали вот типичное огнестрельное оружие для того времени у меня в руках ружье которое называлось фузея вот сейчас да ведь она даже действует кремень все как полагается кремневое ружье это мортира понятное дело тут жерло очень большое с рук из нее стрелять было невозможно потому что то есть подставка оторвет все что можно до стреляли с подставки с большой осторожностью и кремневый пистолет вот три основных вида но я так понимаю все оружие в принципе хранилась здесь никто на судне с ним не расхаживал как бы и когда происходила надобность я так понимаю она происходит довольно редко в случае как бы сражений то есть только абордажные анти абордажные либо абордажные действия объявлялась тревога по тревоге все знали за что хвататься куда бежать солдаты бежали сюда здесь стоял специальный человек который гражданам граждан снабжал оружие это было самое охраняемое место на корабле это было одно из двух охраняемых мест на корабле совершенно верно здесь на входе на выходе в это помещение сидели солдаты всегда которые имели приказ стрелять на поражение в случае если кто-то пытался несанкционированно сюда пробраться сам понимаешь алкоголь и огнестрельное оружие здесь она тоже хранилась по совместительству это гремучая смесь вот здесь начинается настоящая преисподня палуба называется орловдек технического назначения палуба здесь было все на свете высотой вот подволок в этом помещении просто пренебрегли береги голову пожалуйста да очень опасно особый стиль ходьбы кто такой значит это важный очень человек в корабельной истории это парусный мастер человек занимался ремонтом парусов пошивом парусов рвались они часто они были сделаны из из натурального материала льняные были паруса стоит тебе его один раз не просушить там заводится заводится грибы плесень начинается гниение парус теряет прочность начинает рваться вот собственно говоря так мог выглядеть импровизированный лазарет вот этот человек он доктор по образованию в жизни это андрей викторич грошиков он генеральный директор судостроительного предприятия верфь исторического судостроения полтава на операционном столе лежит к сожалению михаил андреевич христиановский руководитель академии парусного спорта ну помимо того что мы тут с вами наблюдаем до рабочие места разных специалистов это и лекарь это и доктор и парусный мастер и корабельный плотник здесь же в принципе дозволялось младшему составу спать по крайней мере если бы я служил на исторической полтаве я бы скорее всего спал бы здесь почему если бы у меня было право выбора во первых здесь тепло да ну здесь относительно комфортно все таки вот несмотря на то что 350 человек и скотт по меркам вот но всех остальных мест здесь было мне кажется лучше всего вот преодолев палубу орловдек да в три погибли согнувшись мы с тобой очутились в пороховой мастерской называется она кривит камера значит главный человек в кривит камере ответственный это цейх мастер так называлась должность человека который изготавливал заряды пороховые для артиллерии заряд мог выглядеть как вот такой холщовый мешок наполненный определенным количеством пороха это правильно я понимаю что это ребенок это ребенок совершенно верно что с тобой только что прошли по орловдеку тут неудобно взрослому человеку перемещаться несмотря на то что здесь сейчас нет и половины того что должно быть здесь нет ни бревен ни блоков там ничего поэтому в общем на боевые корабли на военные брали юнг их задача была доставлять доставлять готовые изделия заряда то бишь к артиллерии вот в британском флоте такие юнги назывались powder monkey пороховая обезьяна помимо того что это помещение охранялась всегда двумя часовыми причем если винный погреб охраняли ребята вооруженные кремневыми ружьями да имели приказ стрелять на положение только с холодным тут да ни в коем случае никаких искр вблизи этого помещения не допускалось тут ребят с холодным оружием сидели ни в коем случае никаких металлических предметов здесь не допускалось ни пуговиц ни ножей ни вилок ничего не дай бог освещение здесь вы могло выглядеть вот таким образом то есть это герметичный фонарь с масляным светильником с той стороны чтобы не дай бог никакого открытого горения здесь не было трюм здесь уже можно слабого разогнуться вот тут да на самом деле хорошо благодаря современному металлическому балласт мы имеем здесь полноценное помещение при петре же здесь камней было вот примерно столько здесь да здесь запас ядер был тоже хранился вот и здесь отличное место для того чтобы разглядеть конструкцию корпуса вот это шпан голд ребро корабля их 48 штук не похоже на подкову по форме то есть это такое вот ребро корабля если какой-то смысл в таком хаотичном разбросе вот этих крепежных систем либо это мне кажется хаосом это тебе кажется хаосом на самом деле все максимально просто вот смотри каждый из этих болтов он крепит обшивку да к шпанголту вот тебя шпанголут и пошли болты вот по линии дело в том что болты идут у нас не только так еще и вот так вот на всем корабле всем корабле везде и всюду и вот их главной задачей было как раз рассчитать положение болтов так чтобы они у тебя не встречались внутри там боюсь сколько их вообще их несколько тысяч их тысячи тысячами исчисляются да все что только можно было хранить в бочках хранили в бочках этой порах и запасы продовольствия там продукты питания бочек был очень много были специальные люди на корабле которые отвечали за состояние бочек потому что это было очень важно чтобы не пропадали продукты не вытекали жидкости из них вот человек назывался купор слова откупы резьб я подозреваю произошло у нас оттуда максим мы прошли все палубы все стадии все познали я просто в хорошем смысле в шоке глубоком вот и понимаю что мне так повезло побывать на этом корабле все осмотреть с тобой скажи когда широкая публика сможет на это посмотреть и где это будет и как вот на самом деле план такой у нас во первых мы должны в ближайшие ближайшее время закончить монтаж систем это будут и трубопроводы и пожаротушение сигнализация пожарная и музейные экспонаты здесь будет будут запахи здесь будут звуки то здесь будет полное можно будет ощутить полное погружение в ту эпоху сейчас пока еще ты видишь сам музей сыроват еще для того чтобы предъявлять его широкой публике ну так вот план такой мы заканчиваем работу с системами дальше мы переходим в парк трехсотлетия там для нас специально готовится гидротехническое сооружение которое будет постоянным местом базирования полтавы это время это будет док и вокруг этого дока будет выстроен целый музейный комплекс который называется kids культурный исторический центр это будет очень крутой морской музей главным экспонатом которого будет наша полтава ну я думаю что весь город да и вся страна ждет это большое событие и очень 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 крутой проект поздравляю спасибо 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 передачи этажи петербурга за то что мы узнаем в нашем городе такие потрясающие вещи с вами был я алексей анатская снято а а